Библейский портал экзегет.ру представляет В рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, мы продолжаем разговор о Евангелии от Луки и поговорим сейчас о 16 главе. Собственно, 16 глава Евангелия от Луки включает в себя две притчи Господа Иисуса. Первая из них, с некоторым трудом поддающаяся толкованию, притча о неверном управителе. Суть этой притчи заключается в том, что Господь рассказывает о некоем человеке, который был управителем чужого имущества. И в тот момент, когда от него потребовался отчет об управлении имуществом, этот, по-видимому, не вполне добросовестный человек решил призвать тех, кто был его хозяином, его господину должен, те или иные ценности, и часть долга им списал. Для того, чтобы, как говорит Господь в притче, когда меня выгонят эти люди, которых я за хозяйский счет облагодетельствовал, вот так или иначе приняли бы меня и помогли мне выжить. И вот, строго говоря, конечно, ничего особенно хорошего в поведении этого управителя нет. И тем не менее, Господь говорит своим ученикам, слушателям этой притчи о нем, что вот сыны века сего догадливее сынов света в своем роде, и приобретайте друзей богатством неправедным. Что, собственно, в этой притче по-настоящему важно? Во-первых, не столько, конечно, хитроумный ход этого самого управителя, потому что поступки его в любом случае нечестны. Как нечестны были его поступки по управлению имуществом, так и попытки как-то порешать свои возникающие проблемы тоже. Но за этим стоит, вообще говоря, некоторая картина мира, представление о человеке, о жизни, о месте человека в этом мире, о том, что мы считаем у нас в этой жизни есть, то, что нам дано. Потому что, в первую очередь, притча предлагает нам увидеть свою собственную жизнь как вот такое временное и, строго говоря, условное обладание чужим имуществом. То, что нам дано, все то, что мы, вообще говоря, привыкли считать своим, жизненные силы или средства, которые мы зарабатываем на жизнь, все что угодно, творческие способности какие-то, люди, которые, как нам кажется, непременно должны в нашей жизни присутствовать, много что можно здесь подставить. Вот Господь предлагает своим ученикам увидеть все то, что составляет человеческую жизнь и что кажется нам нашим неотъемлемым имуществом, как нечто, что доверено нам в управление. Потом мы увидим в следующих главах, в другой притче, развитие той же самой мысли, в притче, в частности, о десяти минных серебра. Да, Господь предлагает нам согласиться на то, что эта жизнь, все то, что дает нам Бог, дает нам Бог, а не принадлежит нам антологически, по праву, да, и не является по-настоящему нашей собственностью. Это на самом деле очень существенная вещь, может быть, даже гораздо более важная, чем вопрос о том, стоит поступать так, как неверный управитель или нет. Потому что в рамках этой парадигмы получается, что на самом деле все, что мы отдаем другим, все, что мы так или иначе делаем в этой жизни для других, оно делается не столько за наш счет из того, чем мы обладаем, сколько за счет хозяина, за счет Бога, который все это нам дал. И, помимо прочего, расставаться с этим имением в этой парадигме значительно проще. И вот Господь говорит о том, что приобретайте себе друзей богатством неправедным, потому что то, что нам дано, оно именно дано, оно не принадлежит нам по праву. Мы пользуемся этим до некоторой степени условно-временно. И вот Господь предлагает своим ученикам, несмотря на все эти условности, тем не менее стараться сделать в этой жизни что-то доброе, что-то полезное, что-то нужное для других, облегчить их жизнь. Это тоже на самом деле ведь очень важная парадигма, которая помогает нам увидеть свое место и свои возможности по отношению к другим людям. Господь говорит о том, что важно, ценность имеет, собственно, то, что ты можешь действительно сделать жизнь людей рядом с тобой легче. В каком-то смысле это может быть тот единственный критерий, по которому и будем мы судиться. Не в том дело большую или меньшую пользу человечеству принес тот или иной человек, ну или уж тем более пользу Богу, потому что в конце концов, ну какую мы можем принести ему пользу, ему принадлежит весь этот мир. Но важно, насколько рядом с тобой было легче окружающим, чем без тебя. Это второй не менее важный смысл этой притчи. Дальше евангелист Лука приводит такое краткое достаточно сообщение о многочисленных спорах, каких-то дискуссиях, обсуждениях Господа с фарисеями. Их действительно было много, потому что фарисеи часто приходили к Иисусу с вопросом, пытались привлечь его мнение в своих внутренних, внутрифарисейских дискуссиях. И свидетельств о подобного рода разговорах осталось достаточно много и в Евангелии. И в данном случае евангелист Лука напоминает читателю, который, может быть, и не знает этого, даже, скорее всего, не знает, что одной из особенностей фарисеев было изрядное сребролюбие. Но дело не только в том, что они деньги любили, ну, там, с кем не бывает, в конце концов, а в том, что фарисеи считали богатство некоторым видимым и осязаемым знаком благоволения Божьего. Рассуждали так, что если ты действительно угоден Богу, то он тебя непременно вознаградит крупными суммами в твердой валюте. Вот. И поэтому для них это было важно. Бродячий проповедник, у которого, собственно, не было своих средств, а, да, только пожертвования, которые опускали в ящик, а носил этот ящик тоже некий странный и, по-видимому, довольно жуликоватый тип. Вот. Этот проповедник казался фарисеям совсем не тем, как должен выглядеть, каким должен быть праведник. И вот Господь говорит, евангелист Лука рассказывает нам об этом, что на самом деле это только по-человечески кажется, что вот так должно быть, что Бог – это некое правило, которое тебе выдает определенный результат, как вычислительная процедура. Нет. Господь говорит, что высоко перед людьми на самом деле мерзость перед Богом. И так тоже может быть. Это довольно важное предостережение, о котором не вредно помнить. И, продолжая этот разговор, Христос говорит по-видимому фарисеям, насколько мы можем судить по рассказу Луки, по-видимому фарисеям, говорит о том, что наступило время с момента его прихода, наступило время, когда Царство Божие возвещается и всякий человек усилием входит в него. Царство Божие силой берется, употребляющие усилия восхищают его, как это выражено в привычном нам славянском переводе. Господь говорит об усилии, и, в общем, не очень ясно, что, собственно, имеется в виду. Здесь нет такого уточнения, хотя, по-видимому, все-таки речь идет, в первую очередь, о законе. Смысл высказывания Христа, по-видимому, заключается в том, что то, что нам надо знать, уже открыто. Законы пророки до Иоанна, имеется в виду, естественно, Иоанн Креститель, то, что надо было нам сказать о жизни, о Боге, о том, кто мы такие, зачем в этом мире существуем, уже нам сказано. Теперь, скорее всего, дело не в том, что мы чего-то не знаем, недопоняли, или что-то от нас еще утаено, а в том, действительно, прикладывает ли человек усилия для того, чтобы жить в соответствии с тем, что открыто людям. Это довольно, на самом деле, болезненная на сегодняшний день вещь, потому что в большинстве случаев современные христиане не считают для себя нужным знать ни закон, ни пророков, которые до Иоанна нам кажется, что позволительно употреблять усилия для того, чтобы восхитить нечто. А что именно, мы не в курсе. Это часто создает у нас довольно тяжелые проблемы в духовной жизни, поэтому этот вот краткий отрывок в 16 главе на самом деле очень важен, потому что Христос, по-видимому, предполагает, что тому, кто закон и пророки впитал в свое сердце и в свой разум, понятно, что это за царство и какие усилия требуются для того, чтобы в него войти. И еще раз, с другой стороны, та же картина и тот же вопрос ставятся в следующей притче, которая занимает все вторую половину 16 главы. Это притча о богаче и Лазаре. Довольно известная эта притча о двух людях. Одном богаче, неизвестном по имени, другом нищем, больном, всеми брошенном и, по-видимому, одиноком и беспомощном Лазаре, который лежал у ворот богача и не получал помощи. Не получал помощи в то время, как богач там, вот, что там обычно делают богачи, ел, пил и веселился. И вот Господь предлагает своим слушателям увидеть последствия, результаты, что происходит после смерти. И говорит о том, что умер Лазарь, оказался на лоне Авраама. Это некий образ, литературный отчасти даже, поэтический образ посмертного блаженства, и богач, который в это время там лижет сковородку, ну, или сидит в кипящем котле в аду. И на самом деле, знаете, ведь Господь использует далеко не библейскую картину, а наоборот, эллинскую, которая была хорошо известна в Иудее, и еще лучше того известна в Галилее, и всегда вызывала некие недоумения, потому что это картина мира, распространенная в языческих культурах древности и в эллинской, и в египетской в большой степени. Картина мира, в которой мир делится, условно говоря, на три части. Этот мир, сиюминутная поверхность Земли, некое пространство блаженства, и наоборот, мрачный аид, как это, собственно, эллинское слово из эллинской мифологии, ад, в котором вот там все лижут сковородки или таскают булыжники, как сизиф. Эта картина всегда воспринималась иудеями, и во времена Господа Иисуса, как некоторая, ну, видимо, все-таки очень литературная вещь, очень литературная. И поэтому Господь тоже, предлагая читателям увидеть ее, расцвечивает ее, по-видимому, вполне целенаправленными, разными явно гиперболическими деталями, предлагая картину, в которой там из ада можно докричаться до парадиза, где там лазарь на лоне Авраама, и в притчу включается разговор о том, что оттуда сюда не переходят и так далее. И вот этот богач из ада взывает к Аврааму и говорит, пошли лазаря твоего, чтобы он объяснил моим братьям, как на самом деле надо жить, чтобы они не попали в сие место мучения. И вот, собственно, главное, ради чего вся притча и рассказывается, это заключительные слова, финальные, где Авраам говорит этому самому богачу, о его братьях, что у них есть законы пророки, у них есть Моисей и пророки. Собственно говоря, это то же самое синонимичное выражение. У них есть Моисей и пророки, пусть их слушают. Все, что надо для того, чтобы не прийти в сие место мучения, на самом деле Бог уже открыл людям. На что богач говорит, что, ну вот, да, закон, пророки, наверное, какие-то мудрые слова, которые все равно никто не читает, а вот если совершится нечто экстраординарное, и кто из мертвых воскреснет, тогда они поверят. Довольно распространенная, надо сказать, логика, потому что действительно часто людям кажется, что если я буду питаться Словом Божьим, ну, как-то это ничего не даст. А если я вдруг увижу что-нибудь необыкновенное, чудесное, то тогда вот, ладно уж так и быть, меня эти доказательства убедят. Хотя Бог никогда не прибегает к доказательствам. И вот, собственно, самое существенное, Господь вкладывает в уста Авраама, который говорит богачу, если Моисея и пророков не слушают, то даже если кто из мертвых воскреснет, не поверят ему. И эти слова сразу связывают притчу со всем контекстом Евангелия, с разговором о смерти и воскресении Господа Иисуса. Притча о богаче и Лазаре таким образом свидетельствует о том, что для того, чтобы воскресение Христа стало для нас изменением жизни, чтобы что-то поменялось, чтобы мы могли действительно увидеть действия Бога и спасение, которое Бог предлагает нам во Христе, «Надо знать и пытаться исполнить закон и пророков». Еще в этой же главе Господь говорит о том, что ни одна йота не придет из закона, пока не исполнится все. И вот это очень важная вещь, потому что, скорее всего, Господь видит в законе и пророках не столько сборник некоторых правил, которые не следует нарушать, хотя, конечно, и это тоже. Но в первую очередь законы пророки – это откровение у законодателя, о том, кто говорит с пророками. Это некоторая возможность для нас узнать сердце Бога, и тогда мы сможем откликнуться на его воскресение, на его призыв.